Добрый день! Добрый день! Дарыш и опошни зараз являются по-особливому за потребованными. Сопроцовники Гомельской средней школы номер 29 признаются. После шестей батьки текаются деятельностью лагеря у працы от Пашинку. Им кнутся накеровать своих детей минавито у них. В нашей школе организован лагерь труда и отдыха, где занимаются две группы. Одна группа будет заниматься в школе, на базе школы, которая будет выполнять работы, связанные с благоустройством территории школы, это полисадники. Следующая группа будет заниматься в межшкольном оздоровительном лагере на базе школы-интернат поселка Гостюковка, где дети будут, это девочки, которые будут работать в швейных мастерских. Ребята, кроме того, что они будут участвовать в трудовом лагере, получат трудовые книжки и, естественно, свою первую зарплату. Поэтому многие родители заинтересованы в том, чтобы дети принимали участие в таких трудовых лагерях. У Гомельским районным социально-педагогичным центра отбылась одоброченная акция, инициаторами которой выступили супрацовники мытни. И они подаровали выхованцам установы, канцелярские принадлежности, спортивный инвентар и пресс-маки. Подробязности акции в материале Ганны Ковалевой. В День обороны детей гомельские мытники пришли в гости до выхованца у Гомельского районного социально-педагогичного центра. Причем не одна у компании своих четвероногих коллег. Работники кинологичной службы распавели, как научают службовых собак, и как их помощники знаходят небеспечные предметы. Затем у всех это дети могли убачить на конкретном прикладе. Дополнением такого представления стали подарунки. Супрацовники мытни принесли с собой канцелярские принадлежности, спортивные инвентар и пресс-маки. У отказ маленькие же хоры центра подрехтовали для гостей святочный концерт. На протяжении ряда лет мы шефствовали на греческой школе-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После ее расформирования мы с удовольствием взяли шефство над данным прекрасным учреждением. От всей души мы поздравляем всех деток с таким знаменательным и красивым праздником, чтобы все их мечты сбылись. Добрую инициативу у День обороны детей подхопили и инши организации и установы. У вынеку доброченной акции на рахунок социально-педагогичного центра поступило больше 50 миллионов рублей. В этой сроке станут доброй подтримкой у проведения ремонта. Цару доброченцам так само были волонтеры червоных окрыжа, представники белорусского детячего фонда, супрацовники наториальных установ и многие инши. Приезжают к нам 1 июня именно в День защиты детей, чтобы порадовать наших детей, сказать им добрые слова, дать какие-то напутственные слова в жизни, потому что дети, которые находятся у нас, они лишены родительского внимания, заботы и ласки. Мы очень рады этому подарку и мы хотели, чтобы все дети всей страны были счастливы. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Телер, Радо, Компания «Угомель». У Гомельским городским центром культуры от Буся-шатвертых городский фестиваль творчества детей до школьного взрослого, який судонный этот свет. Сирот у дельника у полторы тысячи юных вокалистов, танцоров и мостаков. Двума месяцами ранее у Гомеля прошли районные фестивали творчества. По их выниках были вызнашены переможцы по пяти на прамках. Лепшие концертные номеры и мостатские работы объеднал уже городский фестиваль. И он прошел минавито в День обороны детей. Самым талиновитым удельникам врушили дипломы и памятные призы. Дарыши фестивались на ее уже шатыры годы, однако на этот раз он выложился широком нового ведения. Так все лета был заснован специальный приз гран-при и некольки новых номинаций. Очень сложно, наверное, работать с нашим жюри-представителем, потому что у нас участвуют, ну, я хочу сказать, 126 дошкольных учреждений. Всегда очень сложно выбрать, потому что, ну, каждый, каждый – это индивидуальность, это творчество, это ферверк, наверное, эмоций, праздника. Можно только так сказать про наших деток. Передать на удар докладный аналог иконы, написанной в 19-м стагодии. Старожитный чудотворный образ закликанный допомогать людям, які широко про это просят. Монастырское падание каже, что неколи трапезар Нил, проходящий у трапезную с запаленной лучиной, пашу от иконы Божьей Матери голос, и он закликал ягу больше не ходить тут и не задымлять образ. Монах подумал, что это жарт и не надал значения этому знаменню свыше. У худким часе он стратил зрок. У горким раскаяния молился Нил перед иконой Божьей Матери, и затем снова пашу дзинный голос, який поведомил ему о пробачении и вертании зроку. Однако загадал обвестить усею братии. С этой поры будет называться икона скоропослушницей. Усех, кто звернется до ее, отрымают Божью ласку и пробачение. Людей сегодня шара верать и спадзяются на допомогу судотворного образа иконы Божьей Матери скоропослушницей. Она на той и называется скоропослушница. И каждый человек, который будет просить с чистым сердцем и от души, Матери Божью всегда помогает. Думаем, что наш образ прославится еще. В Октябрьском районе изъявился еще один объект культуры. У вёсцы Кавали открылся приватный музей «Чарон и Скарб». У двух вязковых хатах разместились прилады працы и быту, которые сопровожали мясовых вязковцев на протягу некольких ста годзил. Из экспозиции ознайомился Олег Синтероу. У сего шесть километров от городского поселка Октябрьский и вы увёсты Кавали по письмовых крыницах, и она ведомая с 18-го ста годзе. Еще на початку Великой Ачины тут проживало больше 600 человек. Сегодня не засталось и ста. А тому и даю местовые джихарки Марии Мухиной створить у Кавалях музей сельского побута вязковцы подтримали. Правда, некоторые из экспонатов с часом пришли у таких стан, что для их отновления пришлось и проводить специальные реставрационные работы. Кажется, что так просто. Даже отстирать вот эту вещь, её же стираешь только ручная работа с содой. И не один раз, 5-6-7. Если уже там не получается сохранить её как простыня или там что-то ещё, тогда я уже в рамочку беру хоть кусочек, показать людям, что они принесли, что сохранила я память, чтобы было. Головная задача музея Чароны Скарб – покинуть молодшему поколению память про то, что возникает традиционную белорусскую вёску, прорады працы и быту господа Раси Леонидом. Ещё несколько десяти годов тому у сёга это можно было убачить практически в любой хате. А сегодня уже лечится мать, что раритетом, хоть есть тут и сапороды редкие экспонаты. Один из самых старых экспонатов – Жануча Сукенко. Такие носили женщины подчас кормления маленьких детей. Этот экземпляр вырублен больше 300 годов тому. Такой вопроткой сегодня может похвалиться далёко не кожная этнографичная коллекция бойных державных музеев. Сегодня сирот наведывальнику музея Чароны Скарб – Жахары Белоруссии, России, Украины. Алина Бош – частые наведывальники Жахары района, який приходит сюда целыми семьями. И обовязково рассказывать об музее усім гостям. Мы часто бываем на экскурсиях, там проводим мероприятия разные интересные. Как выходим туда, так она сюда приходит. Очень много интересных. Засновальник и владельник приватного музея Мария Мухина каже, что зараз разносайдых речев насбирался стойки, что можно открывать ящедную экспозицию. Стремливое одно – хата под яеёсть, але она под рабою ремонтом своими силами не справится. А покой гэта проблема чакая своего вращения, женщина разум с родными посадила у вёста каля 500 древ. У речи гэта так сама своясабливый музей, у яким захаваеца память об сучастном поколении. Планируем сейчас посадить аллею каштанов. Уже подращиваем каштаны, и будет аллея одни каштаны по обе стороны, чтобы можно было проехать, посидеть. Ну, я думаю, я не вечно. А когда-то память должна остаться. Олег Сентяров, Євген Макеенко, телерадокомпания «Гомель», Октябрьский район. Гэта и інші новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэта выпуска завершена. У студии працавала Маргарита Шабукова. Усього доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин